Приветствую всех, кто смотрит это видео в котором я хочу рассказать и показать о том удивительном явлении природы, которое мне посчастливилось наблюдать а именно полное солнечное затмение, которое случилось 29 марта 2006 года как это было, как я туда попал, на Кавказ и конечно я не только расскажу, но и покажу вам удивительные фотографии, видео я тогда был студентом Харьковского университета и в Никаразе на кафедре астрономии физфака и вместе с сотрудниками обсерватории Харьковской мы отправились в экспедицию на Кавказ из Харькова к Кисловодску мы ехали на поезде оттуда на служебной машине нас подняли в обсерваторию на высоту около 3000 метров и мы с собой везли оборудование специальное для наблюдения солнца то есть научная задача была и в течение многих дней шла подготовка, установка оборудования, тестирование ну и параллельно мы любовались красотой природы удивительной, которая нас там окружала ну собственно, что впечатлило первое в конец марта в Харькове, ну это уже, так сказать, наступает весна, теплеет и тоже перепады температур но там они оказались конкретные ну допустим, ночью сильный мороз, там минус 10 туман, там снежок легкий идет днем плюс 10 тепло, ну если не больше на солнце, то вообще, наверное, плюс 20 вот крокусы уже пробиваются вот цветы горные из-под снега, причем ночью там их заметает наросты льда, а днем они присыпаются, растут вот, потом туманы налетающие облака, которые вокруг ходят на вершинах горных и так далее вот, ну и собственно в день затмения легкие облака бежали по небу и вот луна начала наползать на солнце ну сразу скажу для тех, кто не совсем понимает, о чем я говорю события-то крайне редко обычно в одной точке на земле полное солнечное затмение бывает раз в 100-300 лет и, например, в Харькове следующее полное солнечное затмение в 2187 году но полосы затмений то есть тень, которая пробегает от луны по земле проходят каждый год на разных участках земли ну и там это повторяется рассчитывается это сегодня легко вот и получается, что сегодня можно отправиться в путешествие допустим в какую-то страну в какой-то город чтобы увидеть это событие вот оно конечно впечатляет невероятно но я еще я не знаю я не слышал допустим людей, которые бы сказали да я видел полное солнечное затмение ну что ну ничего ну да чаще я слышу так вот там вы сумасшедшие вот я в следующем видео буду рассказывать как мы отправились в Сибирь несколько суток на поезде вы сумасшедшие ради двух-трех минут а если бы погода была плохая да ну что это ну и что то есть так люди говорят обычно те, которые не видели не были свидетелем этого события вот то есть не понимают на самом деле насколько это необычно интересно и насколько это впечатляет вот значит ну и вот наступило 29 марта легкие облака по небу бегут представьте переживание вдруг погода мы же ничего не увидим причем вот начинается фаза затмения вот солнце уже в виде серпа в небе и тут начинают облака буквально тает на глазах там за пару десятков минут и перед полной фазой когда потемнело небо чистое причем такие необычные моменты наблюдались значит было видно как вот подходит это тень и с одной стороны горизонта там уже вот небо темнее значит там ярче и потом наступает затмение ну я скажу что темно конечно не совсем как ночью то есть небо такое темно-синее видны яркие планеты звезды если повертить головой присмотреться вот особенно если зрение нормально вот и вокруг черного диска луны который солнца закрыл солнечная корона и по горизонту желто-оранжевое кольцо вот это вот собственно там свет солнца освещает атмосферу вдали это видимо мы вот находимся в тени но и длится обычное полное солнечное затмение несколько минут потом снова дальше идет и снова проблеск света и снова становится светло вот ну конечно в момент затмения это велась у нас работа там еще данных фотографировали максимально вот и после этого наблюдения удивительного явления природы у меня родился вот такой стих ну и посмотрим красоты природы снимки овраги всюду скалы и обрывы долина облаченная в туман и ветра легкие порывы и небо яркий океан эльбрус виднеется вдали его увидеть мы мечтали из родника воды набрали когда по холмикам гуляли а ночью мириады звезд и надо же зодиакальный свет хватал за нос ночной мороз и каждая звезда меняла цвет кассиопея орион лев дева рак телец красоты прогоняли сон из звезд плели венец настал тот день и час затмение случилось вмиг и свет дневной погас я удивлением проник вот лучик засверкал все кончилось как жаль такого я не ожидал смотрел с восторгом вдаль ну а следующее полное солнечное затмение которое мне посчастливилось наблюдать уже было 1 августа 2008 года и в следующем видео ссылка на которое вот здесь под видео вы услышите я расскажу о том как мы отправились из Харькова группой друзьями Кременчук и Харьков отправились в Новосибирск и проехали туда и обратно через Москву больше 6000 километров ради двух минут счастья вот такое удивительное случилось в моей жизни событие думаю вам было интересно если да то ставьте лайк на видео подписывайтесь на канал ну и смотрите следующее видео поездки в Сибирь счастливо и успехов вам в путешествии и удивительных наблюдений в жизни